Музыка Музыка Уже 9 и я хочу ездить Сегодня у меня в планах бег Но я это буду делать уже после завтрака Потому что Во-первых, сейчас очень мокро А во-вторых, у меня может заболеть живот Поэтому сначала каша, а потом бег А потом учеба Вот Такой вот у меня план на день Сейчас покажу вам, как я варю кашу Но я люблю, когда она такого немножко густого вида Потому что жидкое, это прям вообще не мое Ну, в общем, да Холодная вода Я только набрала ее из колодца Все время пью с утра, чтобы проснуться Иначе не могу существовать Все время какая-то сонная А холодная вода вообще бодрит Вдвойне, даже втроине Спасибо В общем, вот мое блюдо Я вот думаю Может раз такая улянка пошла Снять видео, как я неделю правильно питаюсь и тренируюсь Но я немного боюсь, что вдруг мне захочется чего-то такого эдакого Но в целом это тоже можно вписать в рацион Итак, завтрак у меня Каша, много масла Банан Вещь, что у меня остался И черника Какая-то там древняя Которую мы еще с мамой собирали И чаек Моя учеба пошла вообще не по плану Я тут распереживалась по поводу одного вопроса Поставила себе уже кучу диагнозов В общем, чтобы мне стало легче Я записалась к врачу И пойду проверю Ошибаюсь я или нет Но в общем Это какой-то капец Какая я нервная, конечно Это ужас Ребят, если вы Такой не похожий, как я Я вам сочувствую Потому что это тяжело, правда Любое что-то Какой-то недостаток На теле Какое-то некомфортное ощущение Воспринимается как заболевание Уже Вспомнила я, что закончила на эпифизе Но сейчас еще повторю гипофиз И буду продолжать Уже сижу Готовая заниматься Поучилась я примерно Час А так стараюсь, чтобы в день выходило Полтора часа 45 минут с утра И 45 минут вечером Ну а так мне осталось уже только полчаса Ну что ж, прошло 28 минут А я уже устала Если честно, то после каждого упражнения Мне хочется сесть просто И ничего дальше не делать Но Я понимаю, что надо Потому что если я сделаю 10 минут Тренировку Меня это вообще не устроит Сейчас еще потренируюсь И Закончу Готово Это мой обед Бульон из куриной грудки И картошечка в нем Ну и всякие овощи Я немного переживаю Насчет нашей прогулки с Юлей Которую мы планируем на понедельник Но Дело в том, что там будет жуткая просто жара И я не знаю, как это пережить Потому что Ну на пляже все время купаться Не вариант Потому что мы хотим погулять Поэтому Не знаю Возможно все сорвется Я такая стою с кровати Пойду-ка я погуляю Вроде было солнце Куда оно делось Я вообще без понятия А я все-таки пошла прогуляться Вчера не смогла себя вытащить из дома Уже было поздно как-то И я не хотела После тренировки никуда А сегодня все Иду настроена Целенаправленно Посмотреть красивые виды И развеяться Ну а также Находить свою норму шагов Которая сейчас у меня немножко хромает Но При этом я Не переедаю И Тренируюсь Поэтому Чувствую себя достаточно Сбалансированно Не хватает каких-то таких впечатлений Вроде как В понедельник с Юлей У нас ничего не срывается Наша поездка в Зеленокорск И я надеюсь Что там я тоже получу Много разных эмоций В прошлом году Никак не могла Привыкнуть К тому Как я выгляжу На камере Чем больше я записываю И вижу себя со стороны Тем больше привыкаю к себе И как-то уже смотрю на себя И нет какого-то отторжения Или непринятия То есть все очень ясно И понятно Что это я Что все хорошо И вот она дорога К моей цели Тут конечно препятствие небольшое Но Оно достаточно легко обходится И цель достигается Всегда когда гуляю У меня щеки краснеют Потому что Музыка в наушниках Очень активная Я иду быстро И это прям такая Мини-тренировка Это мой любимый маршрут И все ради результата Которые я вам сейчас покажу Почти Почти пришла Вот иду среди Просто невероятнейших надписей Как это Одна как и другие краше Освещение хорошее О, я тут немножко Спадает С плеча Потому что я Как я уже говорила Очень активно иду Потому что я люблю это Я на месте Все, я возвращаюсь Устала И хочу Поесть Бульон опять После такого Активного гуляния Я просто Все У меня даже Вот здесь Спотело Поэтому я пошла В душ А дальше Буду есть И Возможно Завтра Засниму Возможно Уже Из Зеленогорска На самом деле Очень жду Этой поездки Соскучилась По Юле Видно, что я такая Плечистая Вообще Качок, ребят То ли еще будет, конечно Второй раз Уже Менее эстетично Но Менее вкусно Все Уже 23 часа Я сняла линзы И полностью Готова ко сну Осталось только Взять вот это Вот Мадам И Желтки Вот И все Так, это мой завтрак На следующий день Это, конечно, не первый Мой прием пищи До этого были Всякие вафли Потому что я не могла Включить газ Вот И пришлось есть То, что было Это были Бутерброды с сыром Вафли И немножко Булочки с изюмой Поэтому Идеально питаться На 100% Чисто У меня не получается Но Я не расстраиваюсь Потому что Таким образом У меня Внутри Сохраняется Полная гармония Надо чем-то полить Иначе очень скучно Ну Так уже Как-то позитивнее Сейчас я ее нарежу Буду тут еще И буду добавлять По мере того Сколько мне будет нужно Это Контервированная Комменчика В сиропе Сахара Как бы сказала Даня Разминка Хотела рассказать По поводу Учебы Учусь я На персонального Тренера В профессиональной Школе Бодибилдинга И фитнеса Дистанционно На курсе С выдачей сертификата По которому Я тоже могу Работать Но пока что Я обучаюсь Для себя Чтобы тренироваться В зале И понимать Вообще Что я делаю Понимать Как мне набирать массу Как мне сушиться Как мне питаться Как влияет Что на мой организм Это для меня важно Также я считаю Если вы хотите Быть видеоблогером То вам стоит Задуматься О том Что Нужно иметь Какое-то образование Еще за спиной Потому что Вся эта система Может обрушиться Это может Перестать быть Необходимой профессией Или например Ваша та профессия Может перестать Быть необходимой То есть Как по мне Всегда стоит иметь Два варианта Хотя бы Кем вы можете работать Мне очень нравится Вести Лайфстайл-блог Мне очень нравится Вести Тревел-блог Но Я понимаю Что для этого Нужны деньги А для того Чтобы были деньги Необходимо И также Продолжать снимать И работать Еще кем-то Помимо этого Ну что ж Я закончила С первым файлом Там было 170 страниц Это Физиология И анатомия Человека Также У меня есть Еще один файл По физиологии В котором Некоторые моменты Повторяются Но некоторые Стоит поизучать И прошла я Это все так быстро Потому что Благодаря моим Знаниям биологии Благодаря тому Потому что я очень хорошо Училась в школе Я помнила все Про иммунную систему Про пищеварительную систему Про мочеполовую систему И так далее В общем Все это Я просто прочитала Еще раз Но мне Не понадобилось Это заучивать Или записывать Потому что Все это Уже Вот здесь Поэтому Учиться Очень полезно Потом эти знания Оказывается Пригождаются Кто мой хороший Ты Луся Итак Мы с моей сестрой Сейчас одеваемся И идем бегать До этого мы смотрели Ограбление по-итальянски Вот Сегодня я уже училась Ела борщ Докладываю Где-то Ставила себе шрам Фух Теперь на готове Сниматься спортиком Сашка Решила со мной побегать И это очень здорово Я рада В топике Самая удобная Для меня тренировка Но в зал Я всегда хожу Одетая Мне некомфортно Нашла Самую лучшую Футболку От фирмы Рибок Которая Благополучно Ушла из России И я очень скучаю Потому что Именно от них У меня Самые лучшие Кроссовки И самая лучшая Футболка Так хочется Путешествовать Я все хочу Полететь в Турцию Куда-нибудь К моей тете Слетать Тоже очень хочу Выучить английский Чтобы путешествовать И свободно Разговаривать Но Это все приходит Со временем И это хорошо Потому что Если затрачивается Много сил То появляется Ценность Какая-то А когда Все дается Легко То даже Интереса Нет К этой деятельности Поэтому Нужно Медленно Идти к своей цели И никуда Не торопиться Я мой сладкий Что ты все время Засвеченная Не понимаю Я Саше Такая говорю Своей сестре Саша Никакой Никакого телефона На тренировке Она такая Блин Ты че тренер Погоди Ты че тренер Тренер Это Эрни Черт Блин Это ж тренер Твою мать Тренер В натуре Я такая Да Ой Это конечно Очень здорово Я Люблю свою Будущую работу Ну все Мы уже закончили Пробежала я 2.300 Саша Закончила чуть раньше Но это ее первый бег Летом Вот Я уже не первый раз бегу Сегодня я Начала новый модуль Это прекрасно Методическое Пособие По своей профессии И вот изучаю Оздоровительную тренировку Для чего она нужна вообще И как она полезна И что в современном мире Зачастую тренировка Является единственным способом Для восстановления здоровья Как я уже сказала В своем инстаграме Я поблагодарила всех Кто посмотрел Мой влог Из Москвы Это было правда Очень приятно Увидеть там 111 просмотров За 4 дня Я понимаю Что в каких-то Больших масштабах Это немного Но для меня Это очень приятно Поэтому Спасибо Если кто не посмотрел Обязательно посмотрите Перейдите по ссылке Я надеюсь Что вам понравится Вот последнее Что я изучала Это тип телосложения Я хорошо достаточно знаю Этот материал Но списала все признаки Для того Чтобы точно определить Потому что по некоторым людям Не очень просто понять Ужин чемпиона Макарошки И тунец Пробежала сегодня Почти 50 минут Часы почему-то Засчитали как 4 километра Но пробежала я Около 5-6 Что-то у меня Прямо Мои часы Не хотят Работать с айфоном Всем привет Время 8.40 У меня как всегда Все на бекре Мы с Юлей едем Сегодня в Зеленогорск Купаться И не только Но в такую же ру Будем только купаться Мне кажется Потому что Сегодня обещают 32 градуса Из-за этого Мы едем Очень рано Я набрала Ищи на краж И выдвигаюсь К электричке Ну все, ребят Я приехала И сейчас я жду Юля Она приедет Через полчаса примерно Даже больше Потому что Ну это единственное Похожее время Которое Мы смогли найти С ней Чтобы приехать Например Или одновременно Одновременно Ветер дует Надеюсь Вам что-нибудь Слышно Я в отличном настроении Вот Очень хочу Намазаться уже Кремом И загорать Потому что Погода Реально какая-то Турецкая Жара Прямо такая Замечательная Юля Почти приехала Я уже тут Накачалась Два раза больше Пока держала Эту сумку Она не очень тяжелая Но такая Достаточно В руке Держать Не очень Надо больше Тренироваться Жду Мою красавицу Сейчас она уже Придет Вот она Приехала Я уже искупалась Юля сейчас пошла Помочить ножки Мы очень долго Мы очень долго Загорали Но скоро Уже пойдем домой Потому что Долго тут Торчать тоже не стоит Но так в целом Очень хорошо И Мы отлично Провели время Я считаю Ты меня так заинтересовала Мороженым Притеиновым Искусил Я по-моему Пробовала Но не пробовала Искусил То есть Я с Яндекс.Лавки Заказывала Я наоборот Я с Яндекс.Лавки Заказывала Искусил В принципе Ну вот Обычный Яндекс.Лавки Который Более Такой Полезный У нас У каждого Здоровья Я вчера Белала Я сейчас Беру Притеиновый Бананан Потому что В нем Много Белков Минимум Жиров Надо, конечно, подскакивать Больше Там Потому что Мороженое В пить Более Так же Как источник Белка Еще и Рыб Пользуется Ну нет Лосось Котлеты Можешь Ну Желательно Ну Не желательно Конечно Котлеты Ланировки Да Потому что Ланировки Не Хорошо Но В принципе Для Антоши Белоков 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 Вообще Шикар Я всегда Белоков Нормально Если Вопрос Углевода Особенно Если 250 3 Углеводов Это тяжело Сейчас У меня 150 Конечно Это Маловато На самом деле У меня Было 200 Углеводов Позавчера И я Прям И Смолю Еле Запирала 150 У меня Уже Привычно Стало Хотя Мне казалось Это Мало Я Углевод По белкам У меня 80-100 Мне Надо Побольше Да У меня Белков Больше Если У меня Получается Квыжи Ужиров 45-50 Белков У меня 80-90 Где-то Так И Углевод Зависимости Тока Что мне Скажут Тренер У него Супер Вем То есть Конечно Малышный продукт Они Не способны Задерживать Муту Я пришла Как Титис Тренеру А он Начал Говорит Это Время Странно Молочко Это Нормально Это Хороший Источник Белка Очень Хороший Йогурт Что Сыр И Шкаф Это Источник Жиров Который Хороший Но Я Не вижу Молочко Если Они Криньки Молочки Какая-то Дергия Молочки Лучше Убирать Сразу Чем-то Заменять Если Все Хорошо То Нормально Понятно Дело Что Надо Обжирать Пачку Этого Орока Сверху Кефир И Потом Йогурт Что Нельзя Было Так Красно Нет Для обычного Человека Кто поздно Поднялся Я В принципе Можно Я так Раньше Ела Я Любила Сделать Йогурт Орок Рассыпчатый Сверху Сейчас конечно Так нельзя Реакция На мой Подарок День рождения Прошел Сколько Почти Месяц Назад Но Ничего Страшного Спасибо Мне кажется Я этим Перекусу Когда Буду Ехать Домой Спасибо Мне очень Приятно Я радости Понравилась Селена Катя Там еще Подождите Подождите Пусть Попелись Спасибо Ну вот Попелись Мы Идем Замороженный А мне Вчера Так Хотелось Пицца Прям Такой Жирненькой Мне кажется Если бы у меня Был Читмил Я бы Поела Именно Пиццу Но я ее Редко Ем Потому что Мне просто Не очень Хорошо Я себя чувствую Ну то есть Из-за Большого Количества Жира Я не Очень Чувствую После Пиццы У меня Был Единственный Такой Расрешенный Официальный Читмил 1 июля И тогда Я С этого Дуру Что У меня Читмил Я Радовалась Я Тенечку Еще Конечно Я Тоже Могу Своих Родных Или Пиццу Я Ела Я ее Не Переела Я Съела Патри Наверное Это Обычно Карбонара Самый Простой Пицца Карбонара Типа Она сделана Под Карбонару Что Такой Я Помню Там Бекон Сыр Ну Да В обычной Карбонаре Там Макароны Ну Вот В принципе Да Все Все Идентично Вот Потом Еще Приехала Домой Съела Пачку Печенья Которую Я Обычно Ела Дня Три Я Съела Завел Раз Плюс Еще Поела Мороженое Нормального Вкусненького Естественно Когда Читмил То Надо Потому Что Потом Ощущение Что Потом Нельзя Будет Это Все Да Но При Этому На самом Чтобы Прям Переела То Ну Так А я Понимала Что Я Много Съела Мне Плохо От Этого Я Понимаю Что Все Потом Мне Уже Больше Будет Ничего Нельзя Я Так Радовалась Потому Что Долго Реально Время Не Буду Я Не Хотела Ничего Такого Есть Что Я Так Обожала Сем Вот Этим Вот Хотя Я Съела Достаточно Мало Многие Обычно Едят Еще Несколько Раз Больше То Я Просто Такая Все Мне Хватит Дома Они Ждут Прям В дом То Ну Но Я Сейчас Немножко Экономлю Дали Всякого Мороженого Вот Что Я Взяла Банановое И Капучино С корицей Миндалем И батончик Шоколадный Я Решила Начать Не с Мороженого А с Батончика Да У тебя Кстати Как Лаком Прикольно Я Скажу Что Это Вкусно Я Такой Давно Не Ела Но Достаточно Сладкая Но При этом Ммм Показавш Вкусная Опять Шумно Я Уже Возвращаюсь Мое Мороженое Растаяло Благополучно Буду Его Пить И Купила Сестре Топлетки Все Все Сделала Юля Уже Уехала У нее Очень удобно Ласточка Там До дома А мне На мою Родную Дачу Поэтому Обычный Поезд Топлетки точнее пятки я находилась сегодня уже ну, зато приеду домой все прошло хорошо несмотря на растаявшее мороженое и шум я сейчас села, остановилась перед вокзалом вот там он где-то мороженое не растаяло, более-менее живо такое надеяться, что Зимноборск это полноценный город у самой станции это просто подубиться, МТС, Тель-2 Спрайс, Лена в общем, в целом, и все, что нужно человеку ужасно, спокойный мое любимое, снимать входы в вокзалы уважаю уважаю вот этот вот в вокзале когда какое-то путешествие не мечтается сейчас мы заходим покупаем эти билетики ух, ё-моё, ласточка, Выборг просто все заполнено, люди стоят непонятно, зачем людям в такую жару Выборг ну, да, половина Зимноборска, разумеется я передумала насчет того, что хотела бы еще остаться потому что сейчас еще столько народу привалило я даже не представляю что там на пляже творится наверное, просто месиво, адское и кучу народу мне нравится, что я загорела такая румяная вообще, мне очень нравится, но мне загар и почаще бы хотелось, конечно, быть такой а не белой, как я обычно 90% времени, я очень белая да телефон не выдерживает такую жару но этот день, конечно, прекрасный такой жары давно не было цареты достаточно холодные поэтому все, наверное, сегодня с ума сошли и решили ехать на пляж настроение учить испанский и ехать туда отдыхать просто хочется знать языки разные разговаривать с людьми свободно вот английский и испанский мне очень нравятся и они мне достаточно близки я вернулась к себе домой еще осталось дойти от станции самое главное, самое сложное потому что ноги уже не хотят идти точнее, все из-за подошвы и жарко очень сейчас прям самое пекло но зато в душ поесть и отдыхать это звучит очень заманчиво для меня я устала, очень не натерла ноги а еще я закудрявилась пойду есть сейчас ну что, ребят самое ироничное это то, что я совершенно забыла как вообще загорать нужно что нужно мазать я не намазала подъемы на ногах и не намазала губы представляете, у меня сгорели губы и сгорели подъемы и ноги не знаю, на сколько могут загореть пятки но мне их либо натерло либо не очень ну, либо и натерло и загорели прощаюсь с вами на такой ноте подписывайтесь на мой канал подписывайтесь на инстаграм подписывайтесь на телеграм-канал все вот здесь вам покажу так вот все красиво я стараюсь сюда часто что-то выкладывать можете еще подписаться в ВКонтакте вот тут QR-код всем пока-пока до следующего влога jetzt по-пока 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 Субтитры создавал DimaTorzok